Что вы видите на экране? Да, это обычная столовая ложка. Вы можете окунуть её в горячий суп или сахар, или вообще выкинуть на улицу, прямо в лужу. Но что с ней будет после? Да ничего особенного. Конечно, ложку после этого всего следует помыть, но в общем и целом её вид не изменится. И это всё благодаря никелю, который служит надёжной защитой от коррозии, самопроизвольного разрушения разных веществ, в том числе и металлов, которые происходят под действием физико-химического, электрохимического и химического взаимодействия вещества и окружающей среды. Казалось бы, просто металл серебристого оттенка, а сколько от него пользы? Даже обычные копейки спустя пару лет эксплуатации не превращаются в ржавый комок. Спасибо никелю. Как раз две трети всего добываемого никеля используют для нержавеющей стали. Особенно это важно, когда прибор часто взаимодействует с водой. Никель – это необходимый элемент для некоторых запчастей автомобиля, трубопроводов, ядерных реакторов, духовок, холодильников и не только. Потребление никеля с каждым годом всё увеличивается и увеличивается. Сейчас миру нужно уже 2 миллиарда тонн, хотя каких-то пару десятков лет назад этот показатель был 1 миллиард тонн. И никель – удовольствие недешёвое, скажем вам. Вам нужно 25 тысяч долларов, чтобы купить одну тонну никеля. И важно, что в период различных мировых кризисов цена только растёт. Добыча никеля приносит высокие доходы многим странам и предприятиям. Например, компания Норникель – это 72 тысячи работников, за год это плюс 200 тысяч тонн никеля и 5,5 миллиардов долларов дохода. Мы всё это вам рассказываем, но у вас точно возник вопрос, мы же на канале о космосе, причём добыча никеля вообще к теме космоса. А при том, что мы намерены добывать никель прямо в космосе. Это не просто какие-то очень и очень дальние планы, мы всё ближе и ближе к этому. Ведь соответствующий проект запускают всего лишь через несколько месяцев. Где же мы намерены добывать никель и как это будет происходить? Поговорим об объекте, который может кардинально изменить мировую экономику. Наш путь лежит к орбите Марса и чуть дальше от неё. Недалеко от орбиты Юпитера, отдалённый на полмиллиарда километров от Солнца, астероид под названием Психея. Казалось бы, просто астероид, но знаете ли вы, какая его цена? Это 10 квинтиллионов долларов. Квинтиллион – это единица с 18 нулями. Только вдумайтесь, чтобы вы понимали, 103 триллиона долларов – это наша мировая экономика. За год все люди на Земле зарабатывают в 10 тысяч раз меньше общей стоимости Психеи. У вас может возникнуть ещё один вопрос. Психея находится достаточно далеко от нас. Почему мы для такой миссии не можем выбрать тот объект, который имеет более оптимальное для нас расположение? На самом деле в составе астероида Психеи никель и некоторые виды железа, в то время как в составе других астероидов преимущественно лёд и камни. Согласитесь, второй такой объект найти довольно сложно, ещё чтобы он и был ближе к нам. А Психея открывает для нас возможности добычи не только никеля, но и других металлов. Психея представляет из себя такой себе металлический булыжник эллипсовидной формы. Диаметр данного объекта примерно 226 километров. Изучая Психею, исследователи руководствуются не только экономическими причинами, чтобы пополнить наши запасы никеля. Немаловажны тут и исследовательские цели. Как образовался этот астероид и что это может нам сказать о функционировании Вселенной? Стоит сказать пару слов и о температуре сердца Земли, ядра. У нас нет точнейших данных о температуре. Есть только приблизительные цифры, поскольку мы лишены прямого доступа к ядру. Сами понимаете почему. Причем же тут ядро Земли к Психеи? Одна из версий гласит, что ядро нашей планеты представляет из себя сплав из никеля и железа. Похожий состав мы, вероятно, можем обнаружить и на нашем астероиде-16. Сейчас ядро Психеи застывшее, однако предполагается, что какое-то время назад оно было раскаленным, как и земное ядро. Если же ядро Психеи застывшее, то в случае, если к нему мы будем иметь прямой доступ, то сможем исследовать его детальнее, что поможет понять и особенности ядра Земли. Вам может показаться, что про Психею мы рассказали довольно много информации, однако это не так. Нам еще очень и очень многое касательно этого астероида неизвестно. Более того, у нас пока нет фотографии Психеи. В нашем расположении пока что изображения, полученные в результате моделирования. Осложняет исследование Психеи в большей степени ее отдаленность от Земли. При таких исходных данных процесс изучения астероида должен происходить очень медленно. Однако во всем этом есть и позитив. Перспектива более глубокого исследования Психеи ближе, чем мы можем себе вообразить. Группа исследователей начала разрабатывать идею об отправлении аппаратов к Психее еще в 2011 году. За четыре года идея разрослась до детального плана на 256 страниц. Этот план понравился НАСА, и оно одобрило дальнейшую разработку. До 2017 года план все обрастал новыми деталями, что еще больше убеждало НАСА в правильности своего решения. Тогда же группа, которая была задействована в проекте, получила больше ресурсов в свое распоряжение, в том числе и финансовых. Это предоставило возможность заняться непосредственно разработкой исследовательского аппарата. Его назвали ожидаемо Психея. И как вы думаете, когда же аппарат начнет свою миссию? По плану это должно произойти в октябре 2023 года. Тогда Психея отправится к орбите Психеи. Должно это произойти примерно в августе 2029 года. Все-таки расстояние от Земли до астероида – три астрономические единицы. Так что такие сроки вполне ожидаемы. Думаете, в 2029 году мы будем уже добывать металлы на Психеи? Вот тут вынуждены вас расстроить. Миссия аппарата Психея сугубо исследовательская. Мы должны изучить состав астероида, его свойства и особенности, чтобы понимать дальнейшие перспективы. И данные, которые мы получим в результате этой миссии, необходимо будет изучать и обрабатывать в течение нескольких лет. Когда дело дойдет до непосредственной добычи металлов, то учитывайте несколько лет, чтобы соответствующие аппараты добрались до Психеи и временно обратную дорогу. При всем этом нам нужно будет рассчитать, как это будет с экономической точки зрения. Как бы там ни было, вопрос непосредственной добычи металлов будет уже более конкретно обсуждаться при позитивном исходе с 2040 года. Но, тем не менее, все это звучит очень перспективно. Не так ли? Да, никель на Психеи мы все еще не добываем, однако только вдумайтесь, мы это обсуждаем уже как что-то вполне реальное, что повлияет на нашу земную экономику, а не как на фантастическую сказку, которая когда-то, возможным, но не факт, станет реальностью. Только вдумайтесь, это все делаем мы, люди. А как вы думаете, увенчается ли миссия на Психею успехом? И заменит ли добыча космического никеля добычу никеля земного? Субтитры создавал DimaTorzok